ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ НА ЮТУБЕ Я ЗАЖГУ С НЕГРИТЯНКОЙ НА КУБЕ Очевидный способ хорошенько лутануться После того, как вы выпрыгнули с самолета, стремитесь вниз как можно скорее И постарайтесь приземлиться на крышу какого-нибудь большого здания Естественно, на этой крыше желательно, чтобы вы были один После того, как вы приземлились, начинайте лутаться Бегайте и осматривайте каждый угол крыши для начала И после спускайтесь внутрь здания Внутри здания неистово осматривайте каждую комнату И я практически уверен, что очень-очень быстро вы сможете Но лутать себе все необходимое для того, чтобы надрать задницу своему противнику Естественно, пока вы это делаете, прислушивайтесь к каждому шороху Потому что обязательно какие-то такие же умники рядышком делают то же самое Девятое место. Контейнеры в городе Георгополь Георгополь – большой город на северо-западе Как только вы выпрыгнете из самолета, высматривайте разноцветные контейнеры Ведь именно туда вам и надо После того, как вы их заметили, направляйте своего персонажа туда, летите как можно скорее Место достаточно известное и популярное, поэтому тупить здесь не стоит Постарайтесь приземлиться на крышу контейнеров, чтобы сразу же облутать контейнеры, которые находятся сверху В них часто спрятаны очень крутые ништяки, хотя и не всегда Если в контейнерах вы не нашли ничего полезного, загляните вот в эти ангары Там очень часто лежат очень крутые пушки, которыми вы сможете надрать задницу Ну и, конечно же, не забывайте прикрывать свою жопу Восьмое место – контейнеры на юго-востоке в городе Новорепное Место, конечно же, также известное и также популярное Поэтому здесь также не стоит тупить и также надо лететь вниз как можно скорее Указание приземлиться на крышу контейнеров здесь также актуально Там тоже часто можно найти очень крутые ништяки или ничего По подобчасти в верхних контейнерах не забудьте заглянуть в нижний, и уж там-то вы точно найдете что-то, что поможет надрать задницу Или, по крайней мере, сможет дать вам такой шанс Так же, как и в других популярных местах для лутинга, не стоит забывать о том, что нужно смотреть по сторонам и выискивать неприятеля Которого можно аккуратненько высидеть и вынести в нужный момент Если у вас это получилось, не забывайте, что противники в подобных местах полны лута, так что надо аккуратненько и побыстрому их обшмонать Покидая контейнеры, не забудьте заглянуть в эти маленькие ангарчики и полутать их Если вы встретите неприятеля, то, конечно же, надо его поскорее вынести, а потом аккуратненько и быстренько залутать Основная проблема этого места заключается в том, что оно находится на острове Поэтому вам нужно как можно скорее раздобыть автомобиль и валить нахрен оттуда Если по дороге у вас получится отправить на тот свет несколько неприятелей, то это будет даже лучше Седьмое место школа в центре карты в квадрате ЛЕ Также очень известное и популярное место, поэтому надо снова действовать быстро Найти эту школу очень просто Во-первых, это реально большое здание Во-вторых, на карте это огромный желтый квадрат Не заметить его могут только те люди, которым и так нихрена не светят в этой игре Приземлиться, конечно же, стоит на крышу И даже если вы будете не один, не стоит пугаться, так как ни у кого сейчас нет оружия Так что не паникуйте и не теряйте времени Осмотрите внимательно крышу Вы наверняка найдете там какое-нибудь оружие, которое поможет надрать задницу После того, как вы нашли пушку, постарайтесь отыскать неприятеля и отправить его на тот свет По традиции, после, конечно же, нужно его залутать Наверняка он уже успел сам что-то здесь интересное найти Загляните в его ящик и заберите то, что вам приглянется, так как, естественно, это принадлежит вам по праву Не забывайте быть начеку, ибо врагов здесь полно И у всех у них наверняка есть что-то интересное в ящичках Шестое место Территория здания милиции в нижнем левом углу квадрата LG Как вы понимаете, если есть милиция, то должно быть оружие Если вы думаете, что вы один теперь знаете об этом месте, то вы глубоко заблуждаетесь Конечно же, оно очень и очень популярно Поэтому действовать по традиции нужно быстро На карте вы увидите группу из семи домиков Это главное здание, пять ангаров и один маленький дом Приземлиться вы можете как на территорию, так и на крышу главного здания На территории вы будете более уязвимы, однако в ангарах вы сможете быстрее найти оружие Если же вы решите приземлиться на крышу главного здания, то надо действовать очень и очень быстро Так как оружие спрятано в большом количестве комнат и камер внутри здания Но не сомневайтесь, что порыскав по комнатам вы сможете найти то, что поможет вам надрать задницу Прислушивайтесь к выстрелам и звукам снаружи Прислушивайтесь к шагам в здании Не забывайте, что тут есть пять ангаров, в которых тоже лежит оружие И возможно кто-то там уже залутался и идет к вам, чтобы надрать вашу жопу Забирайте гранаты, забирайте пушки, забирайте патроны, забирайте обвесы, забирайте все, что может помочь вам дать ему достойный ответ На дровжопу выскочки не забудьте, конечно же, заглянуть его в ящичек и забрать приглянувшийся и принадлежащий уже вам лут Пятое место Стрельбище или тир в квадрате JD Это место уже не так популярно, как предыдущие По одной простой причине, его не так просто найти Находится оно на юго-запад от поселка Северный Каких-то конкретных инструкций по приземлению здесь нет Просто постарайтесь найти место в квадрате JD, которое сосат выглядит как пустырь И летите прямо в него Компании, скорее всего, у вас не будет, но все равно оставайтесь забудительной Никто не знает, какие знатоки попались вам в этой катке Приземлившись, бегите к столам, это основное место спауна оружия Осматривайтесь внимательно, оружие может лежать на стуле или на ящике, а также под столом Если вы увидите только патроны, возьмите их на всякий случай Так как пушка может лежать где-то неподалеку И будет обидно, если вы найдете хорошее оружие, а у вас не будет к нему патронов После того, как вы осмотрите столы, не забудьте заглянуть на стрельбище и осмотреть бочки На них часто лежит что-то полезное, рюкзаки, гранаты, обвесы и так далее Без этого тоже тяжко будет надрать кому-то задницу На выходе осмотрите столы, на них часто лежат патроны и не забудьте заглянуть в домик Ибо там вы реально можете найти то, чего не смогли найти на стрельбище Как я говорил, это место довольно спокойное, так как о нем знают небольшое количество народу Поэтому никто вас никуда не гонит Подобная обстановка дает не только хорошо залутаться, но и оценить обстановку, что происходит вокруг, посмотреть где находится зона Кроме того, как только вы залутаетесь на самом стрельбище, не спешите уходить Выходите в сторону севера и возьмите чуть левее Именно тут находится бункер, в котором вы можете долутаться до очень хорошего состояния Там вы сможете найти то, чего не смогли найти на стрельбище, например, коллиматорные прицелы или аптечки Лут в бункере лежит в основном на ящиках, но также иногда спрятан по углам Поэтому будьте внимательны и обшарьте каждый уголок Четвертое место, электростанция в квадрате MH, левый верхний угол, Мельтопауэр Находится электростанция на востоке карты Место, конечно же, очень популярное, так как найти его не составит никакого труда Поэтому я дам вам совет, который можно применить ко всем популярным местам для лутинга Лучше всего высаживаться туда, если траектория полета самолета не проходит прямо через это место Даже если вы немножко не долетите, вы всегда можете добраться пешком Либо если вам повезет, вы найдете автомобиль и доберетесь туда очень быстро Проехать на территории электростанции на автомобиле не получится Поэтому выпрыгивайте и начинайте лутаться Территория электростанции огромная, поэтому осматривать внимательно нужно каждый уголок Каждую маленькую будочку, каждый маленький шатерчик И, конечно же, надо не забывать заглядывать в ангары И главное, не забывайте, место очень популярное Несмотря на то, что я сейчас бегаю здесь один Это только благодаря моей стратегии высадки подальше от траектории полета самолета Поэтому будьте всегда на чеку, лутайтесь и постарайтесь поскорее надрать кому-то задницу Третье место – военная база «Сосновка» Это, наверное, самое популярное и самое опасное место в этом топе Несмотря на то, что оно находится на острове, с которого очень тяжело выбираться Большое количество военного лута притягивает огромное количество игроков Поэтому я настоятельно рекомендую вам высаживаться туда только в том случае Если траектория полета самолета не проходит прямо над базой Это не гарантирует вам спокойный и размеренный лутинг Однако это снижает риск умереть в первую минуту после высадки Не забывайте, вы находитесь на острове, с которого тяжело выбраться Поэтому вам будет необходим автомобиль Территория базы действительно огромная Поэтому не пытайтесь залутать все Увидите какое-то здание – бегите туда Далее по классической формуле Обшаривайте каждую комнатку Здесь наверняка лежит что-то интересное Если в первом здании вам не очень повезло с лутом Обязательно загляните в соседний Уж там наверняка вас ждет успех И еще раз повторяю, место крайне популярное Ведь это военная база Поэтому настоятельно не рекомендую высаживаться там Если самолет пролетает прямо над ней Пол самолета туда выпрыгивает И естественно всегда будьте на чеху Чтобы первым заметить врага и надрать ему задницу Второе место Бункер в квадрате ЛФ Это самое скрытое место для хорошего лутинга Его практически не видно на карте И прыгают туда только те, кто о нем знают Но если вы думаете, что таких людей мало Вы ошибаетесь После того, как вы выпрыгнете из самолета Летите в квадрат ЛФ и старайтесь разглядеть Четыре выхода из бункера в форме креста Как только вы разглядите ближайший Направляйтесь к нему и осматривайтесь Так как туда наверняка может прыгнуть кто-то еще Как я уже говорил, знающих людей со временем Становится все больше и больше По стандарту в бункере оружие и интересные и полезные вещи Лежат на ящиках, а также по углам Осматривайтесь внимательно, очень легко что-то пропустить У бункера несколько уровней, поэтому старайтесь спуститься пониже Так как самые интересные вещи лежат именно там И как всегда, будьте внимательны С другого хода мог зайти такой же умник, как вылутанутся И он может первым надрать вам задницу Когда вы будете покидать бункер, контролируйте выход Кто-то может сесть напротив него и ждать вас Выходы из бункера очень хорошо видны с оружия и привлекают внимание Первое место, абсолютный рандом Не забывайте, солдатская братва Что даже в самых топовых вестах вы иногда можете остаться без оружия Которая в это время лежит где-нибудь около какого-то сарайчика на столе Поэтому не верьте советам, а верьте своему собственному опыту Именно он поможет вам надрать всем задницы На этом брифинг окончен В заключении хотелось бы похвастаться, что меня тут недавно взяли в альянс Belong Play Заходите на их сайт willofbundles.ru Где вы найдете очень много интересного по теме игр, в том числе и мои видео И нет, это не реклама, это реально мои друзья На этом все, с вами был мародер Нубасов 120 Гигабайтович Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до встречи в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok